Я приветствую всех вас, наших близких друзей, которые встречаются тут в Рухошем каждую неделю. В недавнем месте были тоже на сборе черешни. Ребята, на земле Израиля органическая черешня. Какая радость. И вот мы попытаемся сейчас выйти в эфир с вами, чтобы дать какое-то ощущение той земли Израиля для всех желающих. Есть стора, то что говорится, небесных идеалов, высоких идеалов, которые получили, как раз отмечали великий праздник Шавуот. Настолько великие идеали, что мало кто в самом деле достигает, что Всевышний Отчество нам сказать. Но я, самое главное, забыл. Я хочу представить наш гостя Эдуарда. Он будет нам помогать, поддерживать и даже переводить. То есть не переводить, а читать русские песни и тексты. Окей, какая наша тема. Значит, история земли Израиля как бы первичная, это Мишна. И, конечно, сама Тура Пятикижня тоже считается землей Израиля, потому что Арсенай, собственно говоря, как бы часть земли Израиля. Можно было бы закрыть, да, на самом деле, спасибо. И поэтому мы сейчас почитаем, то есть споем песню на праздник первинок. Собственно говоря, мы знаем больше, что праздник Шавуот это праздник Дарване Тури, правильно? Если спросишь религиозных, 99-99 скажет это праздник Дарване Тури. Если ты спрашиваешь кибуцника, то скажет это праздник Жатвы или праздник Пермина. И то, и другое. Таким образом, Бару Хащем наш народ празднует и радуется своей земле. И вот мы сейчас поем песню, в которой, это написано в Туре, Какими плодами всем их славится, мы пели там на черешне тоже. Давайте, вы уже знаете, давайте. Можно, значит, играть инструментами, чтобы было веселее. Начали споем, а потом, видите, почитаешь, и еще раз поем. Можешь же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что в самом деле Эта земля, как говорится Течет молоком и медом То, прежде чем Начнет Эдуард читать Мишна Я просто хочу Поделиться с зрителями и слушателями Тут мы спрашивали Что такое Мишна Ребята очень хорошо Добавил свое Устная Тора В корне дано Всевышним, но это раскрывается в течение длительного периода через мудрецов на земле Израиля, как бы осуществляется, то есть воплощается как бы в жизнь. То есть высокие идеали, то, что Всевышний дает, они через мудрецов воплощаются в жизнь, для нашей жизни здесь на земле. Конечно, этот период, Мишна, это не наш период, это был период 2000 лет назад, конец второго храма и после разрушения храма. Это бит, который нам не знаком, но там есть, во-первых, какая-то гармония, вы увидите, гармония между нами, между евреями, между Израилем и Старцом. Гармония между людьми, которой нам очень не хватает сегодня, хотелось бы, чтобы он был больше сплочен, у нас больше человек к ближнему. И, конечно, третий, третий обет, который, как бы человек к самому себе. Окей, давайте сейчас пройдем к Мишна. Я только, может быть, последние два слова по поводу трактата Бикурин. То есть, если мы говорим, что Мишна, это говорит о том, как жить евреям с народом на земле Израиля, да, тогда, и там есть очень много, 60 разных частей нашей жизни. Они собираются в шесть больших областей. Первое, это, сами понимаете, что самое главное, обычно первичное, первая часть Мишна занимается чем? Вы понимаете, бизнесом, то есть бизнес, я бы хотел, по-другому слову, лучше экономикой, да, парноса. Как человек, без того, чтобы, когда нет муки, нет торы. В первую очередь, чтобы было жизни, материал, это вот этот первый час, из которого мы просто читали Пеа, и дать обязательно подарки для нуждающимся, это значит быть евреем, да, потому что, в отличие от других народов, я думаю, что, особенно если смотреть на Запад, в Америке, то, что у тебя есть, это главное, для себя, каждый для себя, израиль – это другое. Мы живем, то есть, Тора из небесы, Тора из земли, говорит о том, мы одна семья, одна душа, один организм, поэтому мы не разделяем наше духовно-физическое тело на маленькие куски, мы в единстве, и поэтому у кого есть, он дает тем, которым у них нет. Это, мы в прошлый раз почитали Пеа, теперь Бекурим – это другой очень интересный момент, это последняя часть, как бы, материального, экономического, экономической части Мишны. Как мы доходим материально, доведем материально прямо до Бетамигдаши, Творца. То есть, это длинный путь, да, там есть, если не ошибаюсь, 12 частей, первый – оставить Пеа, и все остальные подарки бедным, ты ничего не даешь им, ты не можешь дать еще, ты думаешь о себе в основном, но ты можешь немножко оставить. А в конце ты берешь самое-самое дорогое, что у тебя есть, и поднимаешь, несешь подарок народу, Куэнам, Творцу. Такое восхождение, которое мы должны пройти, материалам в мире. Теперь я попрошу, может быть, только, чтобы почитали, Эдуард, только почитай, пожалуйста, Мишна, а потом споем еще песню, потом тема комментарий. Бекурим – это глава первая, Мишна – вторая. Бекурим – это первенький, что это было понятно, что такое Бекурим. Бекурим – первенький, самый первый, самый, что такое Мишу-Бак? Да, сейчас я, еще сначала, Мишна – трактат Бекурим. Бекурим – это первенький. Глава первая, Мишна – вторая. Бекурим приносят только семи видов, но не финики с горы, и не плоды из долины, и не оливы, которые не самого высшего качества. Не приносят Бекурим. Раньше Ацерат. Жители, говорят, своим принесли своим Бекурим перед Ацерат, и не приняли у них, потому что написано в коре, Шмот 23.16, «И праздник жатвы первинок труда твоего, того, что посеял ты в поле». Спасибо большое. Но вопрос в том, что простое понимание, потом уже комментарии больше, это уже, по-видимому, из Талмуда и Рушами там много есть, потому что нет, сейчас нет Талмуда Бабли. Да, понятно, почему нет Бабли. Кто-то может объяснить, почему нет? Талмуд Бабли на Бекурим, можете сказать? Насколько я знаю, потому что Талмуд Бабли писался не Рецисраэль, а вопросы первинок – это то, что относится к Рецисраэлю. Поэтому этот вопрос освещен именно в Талмуде и Рушаме. «Отлично, значит, все эти наши хозяйства, наша экономика, 12 этих частей трактатов нет Бабли вообще, потому что не без своей экономики, не без своей жизни, и поэтому ни о чем говорить. Окей, но Руха Шами уже здесь, мы можем об этом поговорить. Значит, немножко, чтобы по-простому было понятно, значит, первинки, первые красами и кровосеплоды, которые созрели, есть митцва в Торе, переносить в храм в виде благодарности Творцу». Да, и, собственно говоря, я делюсь с тобой, что я так понимаю, что первый трактат, проход, там, собственно говоря, о чем он говорит? Как я понимаю, это говорит о том, что мы осознаем, что есть все лишнее, и мы говорим туда, мы говорим и благодарим. это как будто бы начальная точка еврейства, если я понимаю, что есть все лишнее, тогда я понимаю, откуда у меня жизнь, откуда у меня сил, откуда у меня способность, я думаю, как я сюда попал, в Эрецистое, и вот это, это первое. Что мы даем? Мы, собственно, ограниченно даем там. На самом деле, бить и время, то да, давай. Не только получил, давай. что мы даем, то, что мы говорим туда, спасибо. И потому что, кстати, это единственное жертвоприношение, благодарность, благодарность жертвоприношения, которое останется в будущем. Почему? Потому что все лишнее все нам может сделать, совершенно все может подбеспечить. Единственное, что он не может делать, сказать себе спасибо. Поэтому вот этот проход, этим начинается, мы должны уметь сказать спасибо. Кто уже может сказать спасибо, этим начинается еврейство. Теперь второй этап, вот это все. Этапы уже не только сказать спасибо, но начинать давать, не брать только для себя. окей, значит, давайте посмотрим, мышь на две части, первый раз про 7 видов, я понимаю, что поговорим, можно приносить и только после Ацеры, что такое Ацеры, это праздник Шавот, то есть это очень актуально, после того, вот праздник Шавот уже приносится во имя всего народа два хлеба, это благодарность за урожай пшеницы, и после этого уже народ начинает приходить со всех сторон страны приносить благодарные плоды. Окей, давайте теперь споем вторую песню, которая на самом деле не религиозная песня, это песня, которую сочинили в кибуце, то есть кибуцем хотели делать альтернативную культуру, не галутскую, я бы сказал, да, потому что в Галуте есть ликвиатура и больше ничего нет, на самом деле мы говорим, если только есть ликвиатура, ликвиатура тоже нет, таким образом они подняли кибуц, там было много плодов, хлеб, вино, виноград, оливковое масло, они значит, полным ртом могут петь, да, что вот у нас есть, что давать народу. Окей, давайте сейчас познакомим, здесь очень популярная песня во всем Израиле. Ребята, я буду рад, если оркестр тоже начинает, 3-4. ПЕСНЯ, Молодцы, теперь слова, пожалуйста. Корзины на плече, головы украшены, пришли со всех сторон страны. Первинки урожая принесли в Саудейских гор, из Шамрона, из Долины и из Галиле. Дайте нам дорогу, мы везем подарки в храм, бей в барабан, играй на флейте, бей в барабан, играй на флейте. На наших полях и в садах созрели плоды, наши виноградники и наш труд дали первые плоды. Инжир и яблоко, виноград и мигдаль, дайте нам дорогу, мы везем подарки в храм, бей в барабан, играй на флейте. Бей в барабан, играй на флейте. Это было такое шествие. Со всей страны после праздника Шавуо начинает течь народ, собираются в поселения, ночуют все, берут корзины, у кого больше, там идет целый народ. В начале идет бык, в котором позолочены рога, украшены все. И все песни проходят через землю по всем поселкам, все присоединяются. В общем, там целый праздник, очень веселый праздник. Давайте вторую куплет тоже споем. Садину, ганину, и живо ебулим, кармену, и кшотину, бекроби и дудим. ПЕНЕНИМ, ПЕНЕМУ ТАПУХИМ, АНАБИМ, АНАБИМ, УШКЕДИМ, ПАНУДЕЛЕКЛАНУ, БИКУРИМ НИТАНУ. Ах, ах, акбато, алаль бехалил, ах, акбато, алаль бехалил. Значит, да, народ, еврейский народ в Израиле любит восстанавливаться. И вот мы сейчас переходим к разговорке немножко Мишны. Как в самом деле это происходит? Что значит? Дело в том, что Мишна обычно очень скрыта от нас. Мы не совсем понимаем, как они тогда жили. Мы живем тут с телефоном, макшев, машина, лифт даже не понимаем. Мозган. Мозган, трудно подняться на второй этаж, мы уже идем в лифт. Не видим солнца, не видим этот самый, как был день. Поэтому нам не понятно, как там наши предки жили. Но будем надеяться, что сможем опять немножко ожить здесь. Пожалуйста, дочитаем. Объяснение первой Мишны. Бекурин приносит только семи видов. То есть, только тех видов плодов, которыми славится эрец и сраэль. Они перечисляются в Торе. Проктан-барин, 8.8. Страна пшеницы и очмитя, и винограда, и инжира, и граната. Страна олив, дающих масло, и меда. То есть, сладких виников. Ограничение Бекурин только семью видами плодов выводится из слов Торы. Дворим, 26.2. Возьмешь из первинок всех плодов той земли. Сказано, из первинок. Значит, не все первинки, а только часть. Потому что не все плоды подлежат исполнению заповедей Абикурин. А лишь семь видов, которыми славится эрец и сраэль. В Талмуде-Рошауне дается иное основание для этого закона. Заключение по аналогии. Говоря Абикурин, Тора уподобляет выражение из всей страны. Дворим, 26.2. И, перечисляя семь видов, она также употребляет слово страна. Дворим, 8.8. Следовательно, как во втором случае речь идет о семи видах, так и в первом случае тоже речь идет о семи видах. Спасибо. Давайте посмотрим эти в сукин. Значит, ну можно считать даже отсюда седьмой. Только вместо господи скажи всевышний. И вот читать. Ибо всевышний Бог твой ведет тебя в землю хорошую, в землю потоков вод, ключей и источников, истекающую в долинах и в горах, в землю пшеницы и очменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масленичных деревьев и меда, в землю, в которой без скудости есть будешь хлеб, не будешь не иметь недостатка ни в чем, в землю, камни которой железо, и из гор которой высекать будешь медь, и будешь ты есть, и насытишься, и благословлять будешь Господа, Всевышнего Бога твоего, за землю хорошую, которую Он дал тебе. Отлично. Это было, значит, упоминалась тут земля, да, и и тут перечислялись эти виды, да, я читал. Семь видов. Семь видов. Теперь, то, что упоминается второй раз, земля, вот это... С самого начала? С первого. Это второго. Да, да. И будет, когда придешь в землю, которую Всевышний Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми из всех первых плодов земли, которые ты получишь от земли своей, которую Всевышний Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Всевышний Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. Окей. Посады? Хорошо. Отлично. Значит, мы видим, что вот в этих двух ссылках, в этих стихах, которые упоминаются в первом мы читали, чем богата наша земля, наша земля, пшеница, ячмень, виноград, гранаты, инжир гранаты, масляные финики, на этой земле. А здесь, когда мы читаем про бикурин, про первинок, тоже упоминается о богатой нашей земле, и сказано, что ты возьми плоды. Так мудрецы спрашивают, из плодов, то есть не всех плодов. А мудрецы делали, в общем-то, отчет дважды два, и сказали, окей, там мы уже получили список главных плодов, значит, бикурин, вот эти плоды надо будет приносить. Только. И то, что мы читали, здесь, собственно говоря, мишна, мишны, что только приносит вот эти плоды, только семь видов. Например, яблука не приносит. Ни яблука, ни грушу, ни черешню, ни черешню, да, и не сливу. Но зато приносим пшеницу, ячмень, ячмень, интересно, ячмень, это оно. к самому делу, мы уже давали праздник в Песах, начинаем семь недель приносить умы. Но виноград сейчас созревает, ваухащен. Окей, давайте почитаем дальше комментарии. И не финики. Но не финики с гор и не плоды. То есть остальные шесть видов плодов, которыми славится страна Израиля. Из долин. Финики же приносятся именно из долин. А сейчас минуточку, я измени, перебью. А ты же передал второй, Ярослав? Передавался? А, Йоффи, молодец. Есть, ребята, у вас есть? Видите, где мы находимся? Это, где мы находимся сейчас? Посередине страницы. четвертый абзац комментарий, но не финики. Вот там считается Эдуард. Сначала, да? Ну да. Еще раз, сначала. Но не финики с гор и не плоды. Это цитата. Теперь объяснение. То есть, остальные шесть видов плодов, которыми славится Эра Цесраэль. Из долин. Финики же приносятся именно из долин. Мишна говорит о том, что из семи видов приносятся не любые первинки, а только самого лучшего качества. Финики же вырастающие в горах и остальные шесть видов перечисленных плодов вырастающие в долине. Низкого качества. И не оливы, которые самого высшего качества. А не оливы, которые не самого высшего качества. Но только тот сорт, который отличается тем, что ягоды крепко держат масло в себе во время дождя. Другие же сорта маслин считаются более низкими, потому что во время дождя они выделяют масло из их плодов. А потом я немножко добавлю и сейчас есть иной способ прочтения этой мишны, при котором ее заключение, которое не самого высшего качества, относится ко всем плодам, о которых идет речь, а именно не финики с гор, и не плоды из долины, и не оливы, дающие масло, то есть большинство сортов олив, дающих масло, которое не самого высшего качества. То есть по той причине, что перечисленные сорта плодов не самого высшего качества, как говорит Тифер Тесраев. Может быть я сейчас добавлю какое-то мысли более глубокое, чтобы немножко чувствовать, что это связано с нами, с нашей жизнью. Можно представить так, что Песах, разные Песах получили как будто новую природную животную душу, мы родились, Песах мы родились, значит новое как бы возрождение народа каждый год Песах и внутри народа каждый из нас мы как будто опять после спячки зимы опять возрождаем все опять вручаем новую животную душу. Вот это ячмень который мы приносим это известно что это корм для скота. Мы пока на уровне с новыми энергиями, новыми силами пока которые мы должны работать мы не получаем. в течение сферы подсчета умера мы растем опять как народ рост как каждый год растем это это называется руах то есть мы начинаем стать человеком не исключительно эгоистом который думает о своих удовольствиях что получить удовольствие для себя а человек начинает быть частью общества быть дающим вот всем этих качеств божественных добро самоогонечение равновесие да это то что мы называем хесет брат и феррит потом нецак как бы идти во имя творца нецак да и победить своей дорогой раскид свою дорогу ход как бы благодарность творцу то что у нас если там и осознать того что там это от него и потом шестой это есть сот быть праведником то есть быть дающим самом деле приносить свет творца окружению а последний жизни всятости вот эти семь качеств которые мы растем в течение семь недель дошавот это называется дух или руах и вот семь плодов как и соответствует этому то есть похоже что получается пшеница как-то надо будет связать с хесет добром интересно провести аналогию параллель между каждым да да плодом и каждым качеством качеством то есть мы как будто бы раскрываем нас вот эти это наши плоды когда мы приносим бекурия на самом деле приносим первое число самого себя как мы выросли то есть мы стали человеком творца потому что мы пока на первом уровне человек с животной душой главным образом потом человек общества шавод и становимся человеком творца и поэтому все что мы взяли из этих плодов эти мы можем стать самодель дающим не только для изоляции к народу давайте почитаем не приносят храм бекурим раньше ацер то есть до праздника шаву о причине этого будет сказано нишки жители горит своим принесли своих бекурим перед ацер и не приняли у них то есть вернули их обратно так говорит потому хиршал потому что написано в торе шмот 23 16 и праздник жатвы первинок труда твоего того что посеял ты в поле дело в том что праздник праздник шавод называемый в торе праздником жатвы в храм приносится особый дар два хлеба испеченные из муки которая получена из пшеницы нового урожая этот дар называется в туре перлинки то есть бекурим воином севышнем так сказано воином 23 17 из мест проживания вашего принесите два хлеба для возношения из двух десятых их самые лучшие муки будут они квашенными будут испечены первинки во имя всевышнего эти два хлеба открывали собой принесение в храм даров из любых плодов нового урожая следовательно до праздника шавод никакие плоды нового урожая в храм принесены быть не могли и бекурим в том числе я очень рад что ты так читаешь осмысленно даже видео иногда ты исправляешь написано на земле израиль говоришь творческий подход молодец но шавод наверное проходили что-то рождение и царя давида почему мудрецы так решили потому что праздник шавод и в самом деле и прошли всю подготовку наш народ царство творца на земле через израиль уже дорастык как будто доразвились на этого поэтому в круговом в годовом круговом обороте который в общем-то мы разыгрываем каждый год весь проект творца Гавут и Геулла мы дошли до уровня когда народ Израиля может быть ведущим на земле это называется царство Давида когда все вишни уже внутри нас но почему тут говорится о том что мы не можем уносить бикурин подарки творцу то есть вот такие подарки творцу дать жизни собственно говоря всему миру потому что надо вначале развиться то есть как лично и как для всего народа допустим человек говорит все я уже готов я хочу делать свое дело а может быть еще не готов может быть еще надо раскрыть себе добро самоограничение потом быть самоуверенность и все качества то же самое народ может быть народ еще находится частично на уровне заботы о себе о своем благополучии да для того чтобы мы могли как народ быть ведущим дающим для всего человечества принести свое в общем послание надо поднять личный общий народный уровень до уровня творы всем прочим завод и в общем к этому я желаю всем нам много успехов я хочу поблагодарить еще раз эдуарду и очень так присутствие и участие в общем эфрофическом участию вот в виде слышали даже немножко чистый успеш и у меня немножко проблема но зато я могу петь ребята это тоже что не будет давайте мы сейчас еще споем какую песню давайте вторую мегалил по модель рекламу пик туристы так как бактов а лейбе халил а лейбе халил ребята сейчас семь дней после чего вот это еще полупраздник можно переносить свои жертвоприношения благодарности творцу что мы здесь что у нас есть новая жизнь прийти в котель и делай там праздник желаю хорошее лето все это и здесь и за за экраном и спасибо за хребута на следующем синий синий хребута